Уважаемые трейдеры, составляем Форекс прогноз по евро-доллар на следующую торговую неделю 27.31 октября 2014 года. Как всегда, мы составляем его на основе правил графического анализа Форекс. И прежде всего, перед тем, как определить основные приоритеты, нам нужно посмотреть на закрытие недели. Значит, если мы посмотрим на недельный график, то видим, что на недельном графике у нас созрел еще один ретест красной линии тренда. То есть, мы видим, был пробой, ретест первая свеча, вторая, третья. Мы видим, что третья свеча уже закрыта черным цветом. То есть, есть все шансы опуститься ниже. Конечно же, неделя закрыта не на самом минимуме, поэтому, возможно, еще какая-то комбинация. Вплоть до того, еще один ретест даже я не исключаю. Но, все-таки, если будет переписан минимум и закрыт ниже данных свечей, то приоритет для движения к зеленой линии нашего треугольника у нас присутствует. То есть, вот эта линия долгосрочная. Значит, теперь мы смотрим дневную свечу и видим, что день у нас закрыт все-таки белой свечой. Мы практически с равными хвостами сверху и снизу. Но приоритет для движения вниз присутствует, потому что у нас, опять же, цена закрылась ниже, в данном случае, голубого канала. Но на этом графике его нет. Давайте посмотрим на обычный график. То есть, на обычном графике мы видим, что по отношению... То есть, у нас есть какое-то движение и относительно него у нас созрела коррекция по типу ABC. Цена, конечно, не коснулась верхней границы нашего коричневого фонового канала, но тем не менее, отбой вниз вполне возможен. Теперь рассмотрим наиболее важные линии на данный момент. Значит, на что следует обратить внимание. Треугольник, по большому счету, нас уже не интересует. Мы видим, что цена его пробила вверх. Прошло расстояние практически равное ширине этого треугольника. Протестировала, пробила его вниз. И сейчас, хоть и происходят его ретесты, но все-таки он уже не важен. То есть, я его не удаляю, но мы его уже не учитываем. Значит, на данный момент нас интересует, конечно же, голубой наш канал. Розовый фоновый канал. Мы видим его. Значит, интересует фиолетовая линия тренда. Давайте я ее еще раз покажу. Наверное, все-таки на четырехчасовом графике. То есть, это линия по последнему движению. Мы видим касание, и поэтому цена нас интересует. Как будет двигаться цена относительно этой линии. Значит, интересует черная линия тренда. Это первый пробой серого канала. Произошел ретест, поэтому мы через нее провели эту линию. И мы видим, что она на данный момент отрабатывает. Поэтому это основные линии, которые интересуют нас. Если происходит пробой фиолетовой, допустим, или черной вниз, то нас интересует еще оранжевый канал. Оранжевый интересует однозначно на дне недели. Но, тем не менее, если происходит закрытие дня ниже плюс ретест, однозначно рассматриваем варианты для движения вниз. И затем у нас еще есть темно-синяя линия тренда. Ну и, конечно, ниже уже остальные линии мы сейчас рассмотрим. Значит, теперь рассматриваем приоритеты. Значит, еще раз повторюсь, что все, что между голубой, фиолетовой и черной, то есть вполне возможно движение между ними. Все, что выше, это приоритет покупок. Все, что ниже, приоритет продаж. Значит, теперь рассматриваем варианты для движения вверх. Значит, прежде всего, у нас есть серая линия тренда, проведенная через два максимума. Пробой ее плюс ретест. Рассматриваем варианты для движения вверх к верхней границе нашего фонового канала. Плюс скопление Fibonacci 38,2 синего Fibo по всему нисходящему движению. И последняя нисходящая волна это серый Fibo. Поэтому это также важная зона сопротивления. Значит, если происходит пробой выше этих линий, этих уровней, плюс происходит ретест нашего канала, однозначно рассматриваем варианты для движения к нашему голубому каналу, возможно, плюс фиолетовое. Относительно них интересует закрытие дня. Плюс это также уровень 61,8 всего движения синего Fibonacci. Значит, пробой этих линий вверх плюс ретест после закрытия дня рассматриваем варианты для движения к фоновому каналу. От него возможен отбой, но если происходит пробой закрытия дня выше плюс ретест, однозначно рассматриваем варианты для движения в этом канале. И следующее сопротивление это голубой канал, верхняя линия. Затем, если происходит его пробой или, допустим, если отбой, то временно возможен он, но пробой плюс ретест, рассматриваем варианты для движения к нашей линии оранжевого канала плюс скопление Fibonacci. Давайте я его продлю, чтобы оно было у нас значимым. Да, к сожалению, его не видно, но тем не менее это важное скопление. Для движения вверх пока это все уровни и линии. Значит, теперь движение вниз. Учитывая, что есть движение вниз плюс уже сформированное ABC, вполне возможно пробой этого канала плюс закрытие желательно часа, 4 часов плюс ретест, рассматриваем варианты для движения вниз к нашей черной линии тренда. От нее, опять же, возможен отбой, хотя бы временный, особенно если это будет, допустим, вместе с оранжевой линией тренда, но если происходит закрытие 4 часов, а лучше дня ниже, то ретест мы рассматриваем как вариант для движения к оранжевой или, например, для движения ниже. Оранжевая аналогичная ситуация интересует закрытие 4 часов и лучше дня. Значит, затем, как я уже говорил, давайте перейдем на 4-х часовой график. Значит, затем нас интересует темно-синяя долгосрочная линия тренда. Мы видим, что цена отбивалась от нее, но тем не менее подход еще один возможен. И как минимум временный отбой, но если цена прошивает эту линию, плюс закрывается день ниже, происходит желательно ретест. Мы рассматриваем варианты для движения к нашему серому каналу. И также обратите внимание, что приблизительно на этом уровне у нас происходит перепись минимума. Поэтому у нас уже на 4-х часовом графике видим небольшую дивергенцию. Это она будет в основном на черной. Но если мы посмотрим на дневном графике, то у нас созрела дивергенция. Поэтому перепись минимума вполне возможен отбой. Но закрытие ниже синий и, например, на серой, все-таки это приоритет для дальнейшего снижения. Значит, далее. Серая линия, затем после пробоя серой вниз плюс ретест рассматриваем варианты для движения к нашей зеленой долгосрочной линии тренда. Значит, в принципе, это пока все, что я могу сказать. И нас обязательно интересует закрытие пятницы. То есть пятницу закрытие месяца. Я думаю, если месяц хотя бы закроется приблизительно вот на этом уровне, то есть отбоем от красной, то движение вниз быстрее всего продолжится. Значит, теперь на что еще следует обратить внимание. Значит, красную и синюю линию я удалил с графикой. Она появляется только на дневном графике, недельном и на месячном. Почему я это сделал? Это не значит, что линии абсолютно нас не интересуют. Они нас интересуют. Но в основном на недельном графике. То есть мы видим, что неделя держит эти, вернее, эти линии держатся только на неделе. На дневном они уже прошиты в разные стороны. Поэтому по большому счету они большого значения для нас уже не имеют на меньших интервалах. Поэтому я их графика просто удалил на данный момент. Вот, в принципе, все, что я хотел сказать на данный момент. Обратите внимание, что каждый день выходят прогнозы по евро или комментарии, как я их называю. И шаблон к ежедневным этим прогнозам вы найдете в сервисе сигнала. Как и шаблоны ко всем 10-12 парам, которые рассматриваются в этом сервисе. Спасибо за внимание. С вами был Алексей Лобода. До свидания.